И на дверях шпингалетов нигде нет, негде уединиться, позаниматься. А тебя, шпингалет, если я еще хоть раз в туалете с плейбоем поймаю, сфотографирую и отправлю в московский комсомолец. Ну, ну че? Че, не нравится? А они там любят таких пышнотелых комсомольцев на весь разворот печатать. Ну, че ты, Пап, ну надо. Надо, надо. И подпись под фотографией. Не хочу учиться, а жениться не могу, потому что еще шпингалет не вырос. Да не переживай, Андрюша. Еще вырастет у тебя. Еще вырастет похлеще, чем у твоего отца. А так вырастет, шо не рад будешь. А че не вырастет? Я в энциклопедии смотрел, а растет только до 14. А у меня уже 15. Хе-хе-хе. Гайдар уже в твои 15 полком командовал. Ага. А у 30 страною. Это разные гайдары. Так вот эти разные гайдары с фрейдами как раз и довели страну до шпингалета. А потому что в 15 лет надо не полком командовать и не силиконовых телок рассматривать, как эти твои герои-мультипульти-дебилы. Хе-хе. Посмотри, чувак. Хе-хе. Какие у него буфера, пельми. Хе-хе-хе. Хе-хе. Все. Узнал, да? Узнал своих героев. Смешно тебе? А вот знаешь, мне не смешно. Потому что тебе надо учиться. Каждый день. Упорно. Ну, какого упорно? Да не упорно, а упорно. И тяжело. Восключительный знак на конце. Пу. Да не переживай, Андрюшенька. Вырастет и у тебя все, что надо.